Всем привет, друзья мои! Давненько не виделись, были определенные обстоятельства, но обещанный обзор по приманкам, которые отработали в июньской и в июльской поездке, я все же сделаю. И вы его сегодня увидите. Итак, друзья мои, эти две поездки, июньская и июльская, были довольно-таки, ну скажем, сложные. В июне мы попали в высокую воду, проблематично было слеповать лодку, там целые были приключения, к сожалению, на камеру я это дело не заснял, так как участвовал в данном процессе. И было бы, наверное, неправильно снимать со стороны людей, которые корячили мою лодку, можно сказать, на руках, спуская ее на воду. Но не об этом сейчас. Мы сейчас поговорим о приманках и вообще, в принципе, об этих поездках. Поездки были довольно-таки интересные, но июньская поездка, именно июньская, в Машку, была намного интереснее и вообще по сюжету, скажем так, и по самой ловле именно судака, трофейного судака. Фильм о данной поездке я уже коротенький, но сделал. Более длинный я сделал чуть попозже. Решил сначала сделать обзор по приманкам. А то все дальше и дальше уходит от поездки. И это не совсем правильно, не совсем красиво. А я обещал сделать его. Так вот, значит, более длинное видео будет чуть попозже, о июньской поездке. О июльской я сделал часовой фильм, вы можете его посмотреть. А сегодня я расскажу вам о приманках. Приманках, которые реально отработали и которые у нас отработали. У кого-то, может быть, какие-то свои, другие приманки отработали. Но мы перепробовали реально много разных. И я сегодня поделюсь именно теми модельками, теми цветами, которые отработали у нас. Опять же, все не смогу показать, потому что часть приманок, ну, это Андрея были приманки, там еще каких-то людей, которые они, к сожалению, с собой забрали. И на обзор я их не взял. Вот. Но что-то я смог найти у себя, что-то... что-то не смог найти у себя. Поэтому так на словах, может быть, что-то объясню. Или посмотрите видео. Лучше, наверное, посмотреть видео, которое выйдет чуть попозже, которое было ранее. И там, в принципе, приманки мы не прячем, не скрываем. Мы всегда их стараемся показывать, если они интересны, делать на них определенный акцент. Итак, друзья мои, погнали. Небольшой обзор по приманкам, которые отработали в июне и в июле 2020 года. Итак, друзья мои, давайте начнем, наверное, с уже нашумевшей приманкой Трон от компании Герман. Об этой приманке у меня очень много спрашивают. Спрашивают, стоит ли тратить на нее деньги, ловит ли эта приманка. Ну, и вообще какие-то вопросы задают по поводу данной приманки. Приманка на самом деле очень уловистая. Иметь ее у себя в арсенале стоит. Мне она очень понравилась. И в этой поездке вот три цвета я готов вам показать, поделиться этими цветами, показать, насколько они, скажем, уловистые, побитые тем же самым судаком. Приманка мне приносила очень много судака. Щуки сама я на нее пока не поймал. А именно по судаку данная приманка очень-очень хорошая. Заглубление данной приманки, скажем, против течения на шнуре где-то 0,18-0,19, вот так вот, я не помню, у меня стоял 0,19 шнур, 0,19 шнур. Я загонял, причем по японской, да, маркировке, я загонял данную приманку, ну, до 10 метров. Поэтому данная приманка может перекрыть довольно-таки неплохие глубины, скажем, 7, 8, 9 метров, куда, в принципе, бандит доставить довольно-таки проблематично. Трон ныряет глубже бандита. Приблизительно так же, наверное, как агрессор он идет. Единственное, у него форма другая, и поэтому по, скажем, предпочтению судака в определенные моменты, данная приманка может лучше выстреливать, лучше показывать результаты, чем, скажем, агрессор, чем халка. Потому что халкообразная приманка, то есть халка оригинальная, или там агрессор, какие другие приманки, халкообразные называю я их так, вот, они вообще специфические, они иногда приносят мне очень неплохие трофеи, вообще, как бы, я считаю, что приманка по трофейному судаку, но иногда в какие-то периоды, скажем, почему-то в сентябре, очень часто данная приманка просто не работает. Я не знаю, с чем это связано, но она просто выключается, и судак ее просто игнорит. Стоит загнать, скажем, бандит на 8 метров, если это позволяет, там, вот, плетеный шнур, там, скажем, снасть наша, вот, то оттуда мы можем достать довольно-таки неплохого трофейного судака. Вот. Трон, он, в принципе, по форме больше, ну, похож на бандита, и поэтому данная приманка легко заглубляется, не поэтому, точнее, а поэтому на данную приманку судак поклевывает, скажем, ну, посмелее, почаще, и не так капризничает, не так привередливо к ней относится, скажем так. Приманка загоняется очень легко на 8, на 9 метров. Итак, друзья мои, вот три цвета, которые сейчас я хотел бы вам показать. Первый цвет, который мне вообще очень понравился в июньской поездке, это вот этот Tampax. 147-й цвет, красно-белый. Если вам видно, ну, воблер очень хорошо побит. Приманка очень меня порадовала, и принесла довольно-таки много рыбы. Следующий цвет, это такой вот хром. 0,19-й. Тоже очень сильно покоцан судаком. Тоже хорошо себя показал. Вообще, приманки вот такого цвета, ну, это, по сути, беспроигрышный вариант. Всегда данные приманки хорошо ловят рыбу. 224-й. Вот такой голубой, битое стекло, тоже неплохо себя показал. Я поставил сзади вот такую опушечку на данный воблер. Ну, я не знаю, насколько это больше понравилось судаку, или, наоборот, меньше понравилось судаку. Вот. Но данный воблерок вот с такой опушкой тоже неплохо у меня ловил. Давайте пару слов, наверное, скажу на ту тему, что значит слабые тройники и тому подобное у данной приманки. Да, тройники, ну, в принципе, по сути, реально слабоваты. Но они ничем не хуже, чем, скажем, бандитовские тройники, чем у оригинального бандита, чем у германовского бандита, чем у батовского бандита, чем у каких-то либо других бандитов. Они, по сути, такие же по мощности. Потому что, если говорить вообще откровенно, то, по сути, у бандитообразных приманок тройники, ну, слабые. Вот. Так вот, что я делаю? Я ставлю более мощный тройник на хвостовую часть, так как судак очень часто, очень часто в последнее время хватает именно за последний тройник. И беды, скажем, я никакой проблем никаких вообще не вижу. У меня были случаи, когда разгинались тройники, опять же не тройники, а тройник какой-то, либо один там. И это было только при том случае, когда рыба уже в подсаке, трепыхалась, тройник цепляется, значит, за подсак, за сетку подсака. И таким образом, значит, под давлением разгинается, под таким усилием разгинается какой-то тройник. Вот. В принципе, в принципе, по сути, фурнитура у данной приманки меня не подводила. И вообще, визуально данная фурнитура сделана хорошо. О следующей приманке хотелось бы сказать это о Юзури Кристал Минол в диповом исполнении в 130-м размере. Данная приманка смело ныряет на 6-7-8 метров и, как мне кажется, неплохо ловит трофейного судака. И в данной поездке мы разловили данную приманку. Значит, особенно два цвета, это, ну, даже три цвета. Это две зелененькие приманки и одна, значит, красноголовая, значит, ну, можно сказать, не белая-красная, там, а такая, битые стекла с красным. Очень интересный цвет. Сейчас вам его покажу. Вот этот белый, не белый, а битые стекла, скажем так, с красной головой, вообще просто показали себя очень-очень хорошо. И данная приманка порой даже облавливала бандосообразные приманки и халкообразные приманки. В фильме об июльской поездке я сделал несколько вставок и показал данную приманку. Итак, друзья мои, вот такой цвет. Давайте я уже, наверное, не буду акцент делать на артикул, потому что впереди очень много приманок, все артикулы я не помню. Вот такой, значит, ваблерочек, будем называть его, с красной головой, битые стекла. Ну, что-то типа, как в простонародье называют, тампокса, только как бы это не белый-красный, а вот такие битые стекла. Очень-очень себя хорошо показал и зарекомендовал. Я не знаю, как камера передаст, не передаст все эти по-коцки, но вот проводя прям рукой по ваблеру он весь-весь коцанный. Дальше, друзья мои, два вот таких зеленых цвета. Наверное, вот из зеленухи эти вот как раз вот Crystal Minnow и хорошо себя, лучше всего себя и показали. Ну, скорее всего, возможно из-за того, что игра, конечно, у Crystal Minnow немного отключается от бандита, от агрессора. Конечно, вообще, каждая приманка, она имеет какую-то свою. игру и порой эта игра реально нас выручает. На данном цвете будет плохо видно вот эти по-коцки, которые судак оставляет на приманке, но все же я попытаюсь их показать. Вот этот цвет тоже шикарно отработал. И вот такой цвет тоже неплохо себя показал. на нем есть несколько боевых отметок. И, друзья мои, напоминаю, все полезные ссылки вы можете найти под видео в описании. Там разнообразные бывают темы, темы реально интересные и полезные. на всякую туфту ссылки не оставляю. Реально самое интересное и вкусное. Итак, значит, следующий воблер, наверное, хотелось бы отметить в этой поездке. Я решил уделить данной приманке время, скажем, свое рыбацкое, протестировать ее, потому что ну, все как-то у меня Герман, Герман, да, и решил немного разнообразить свой, скажем, арсенал и уделить время приманкам Цуёки. Приманка Солист или как ее там называют еще Соларист. Я уж точно не знаю, как она называется, но вот три цвета я смог реально разловить. Единственное, что я должен, в принципе, сказать, и об этом я умолчать не могу, вот, никто мне рот не может, в принципе, заткнуть, Солист или Соларист склонен к вылету, то есть приманка вылетает, но она лечится. Вот эти вот приманки, которые я вам показываю, я их исправил, они не вылетают, теперь, вот, они достойно ловят рыбу, и сейчас я вам покажу вот эти покоски, которые оставил Судак и, в принципе, в видосе, особенно, да не особенно, а в июньском видосе, который еще выйдет, впереди еще будет серия об июньской поездке, продолжения, и то, что я показывал ранее, данные фильмы, они, в принципе, и подтверждают уловистость данных приманок, то есть данные приманки в фильмах фигурируют. вот этот цвет, я уж опять же, прошу прощения, не помню я артикулы, очень-очень хорошо себя показал, я вот сейчас его покручу, вы можете сделать скриншот, или просто вот запомнить, вот такая какая-то фиолетовая полоса у него посередине, синенькая спинка с черным наверху, светлая пузо, воблер реально весь тоже драный, не надо говорить, что это тройники, там, или еще что-то, воблер реально ловит, я реально в него упирался, мог ловить там на какие-то другие приманки, но вот мне было интересно и разловить, скажем, цуековские эти солисты, солоисты, и мне это, в принципе, ну, по сути, не то, что удалось, я его разловил, и, похоже, он, как бы, не надо его разловить, он, в принципе, довольно-таки неплохо ловит, единственное, как бы, придется немного покорячиться с лопаткой, с петелькой на лопатке, поправить ее, воблер, склонник вылету, к сожалению, но у цуек мне очень нравятся их цвета, цвета реально необычные, вот этот, какой-то натуральный цвет, такой какой-то, да, темный, с битыми стеклами, с какими-то, я не знаю, какими-то вставочками, такими, желтоватые какие-то, бронзовые, непонятно, пузико у него такое, тоже себя очень хорошо зарекомендовал, я очень хотел этот цвет разловить, и я его, не то что разловил, прям поймал одну, две, а на него реально было поймано очень много судаков, и меня это очень сильно порадовало, потому что цвет меня реально очень сильно этот, ну, понравился мне этот цвет, короче, цвета у Цуёки реально очень красивые, то есть, разнообразие цветов очень-очень достойное, и сами цвета заставляют рыбака обратить на них внимание и приобрести, скажем так, ну, и походу не только рыбаку данные цвета нравятся, но и судаку, вот еще один цвет, о котором тоже хотелось бы сказать, плохо видно по-коцки, но они есть, данный цвет тоже неплохо ловил судака, и так, друзья мои, я как-то обычно начинаю с агрессоров, с моих любимых, тут я как-то зашел немного с другой стороны, ну, опять же, повторюсь, я говорю, трон приманка новая, и вокруг нее очень много разговоров, и реально приманка стоящая, поэтому с нее и начал, и так, друзья мои, вот такой агрессор, битое стекло, ну, я бы его назвал, наверное, фаворитом среди агрессоров, которые в этом году я купал, к сожалению, такой цвет у меня только вот в одном исполнении, я его, наверное, раза два, три цеплял, даже не люблю пользоваться отцепом, но лес с отцепом отцеплял его, один раз даже отцепил и достал еще там кучу приманок разнообразных, вот, суть в том, что вот если найдете вот такой цвет, агрессор в таком цвете, я вам просто рекомендую их взять, там, не знаю, сразу две, три, там, четыре штуки, я не знаю почему, но я лично не могу нигде найти вот именно вот этот цвет, я даже не помню, как он точно называется, не знаю даже, если честно, как он называется, этот агрессор из старых, у него более слабые кольца, но они, в принципе, меня устраивали, даже их не менял, вот, но сейчас у агрессоров довольно-таки мощные кольца стоят, практически не хуже, чем у оригинальной Халки, вот, это еще, как бы, старый вариант, скажем так, старый образец, скажем так, агрессора, который делался, не знаю, там, когда, ну, я думаю, что не так давно, потому что глаза синие, но, к сожалению, вот данный цвет я найти нигде не могу, если меня, скажем, производитель смотрит или услышит, кто-то донесет его через мое видео, я прошу сделать, вернуть в серию вот данный цвет, данный цвет очень уловистый, скорее всего, из-за того, что вот эти битые стекла, вообще, к агрессору можно добавить какие-то цвета с битыми стеклами, с битыми стеклами, с какими-то рыжими полосками, потому что, ну, это как-то, вот, очень мало, на эту тему, ладно, я отдельно потом еще поговорю, сейчас вам покажу поближе по-коцки, воблер реально очень-очень хорошо драный, и вот, видно, что судак часто прям берет реально в хвостовую часть, прям виснет порой даже на тройнике, не оставляя даже ни ки-коцки, он просто виснет на заднем тройнике, ну, бывает, прям хватает прям вот за заднюю часть, ну, много-много-много на нем всяких ударов, покоцов, не сильно драный, конечно, он прям, вот, но данной приманкой я, опять же, наверное, не так уж и много и ловил, то есть, вот, когда я ставил агрессора, данную приманку у меня была фаворит. Вот такой еще цвет неплохо работал ранее и отработал сейчас. Особенно его очень любит мой, скажем, друг Игорь из Сочи. Данная приманка вот именно вот в этом золотистом цвете, вот эти точки, это уже мы сами ставили, вот, вот с этими именно точками он прям вообще просто, ну, скажем, пищит от этого цвета и если, допустим, такого цвета у него нет, он пытается разрисовать под похожий цвет там, лаками и тому подобное. Вот этот цвет реально желтый, какой-то вот тоже вот с рыжим, вот с этим, вот именно, как бы, вот это все, все вместе сочетание, точки вот эти обязательно, я так понял, надо ставить, вот, они вот реально, ну, данная приманка реально, как бы, тоже очень хорошо у Судака. Причем, я говорю, Игорь точно смотрит видео, и я думаю, что если он до этого момента досмотрит, он подтвердит это в комментариях. Так вот, а, кстати, тоже данная приманка, данный цвет приманки, по-моему, ну, снят с производства. Кстати, я себе пометил, вот, надо и тут пометить, это 204-й цвет. Я, видно, нашел его где-то, и вот пометочку себе поставил. Из агрессоров еще неплохо работали агрессоры и родные Халки, скажем так, работали вот черно-белые. Андрей, мой напарник в юнической поездке на данный цвет ловил, и ловил довольно-таки неплохо. Сам я черно-белым, ой, черно-белым, прошу прощения, красно-черным, черному тампуксу, скажем так, немного уделял времени. Очень давно я на него ловил, и ловил, в принципе, неплохо само в свое время. Но в последние поездки я как-то особо данному цвету не уделяю времени, может быть, и зря. А вот Андрей, мой напарник, неплохо на него ловил. в июне. Итак, что еще? Ну, германовские бандиты, а то я солистов-солистов этих показал. И сейчас еще, давайте начнем, наверное, не с германовских бандитов, еще продолжим, а с оригинальных бандитов. Я тоже показал, значит, вот этот цвет, да, рыжий. Очень хороший цвет, я очень верю в это, и уверен вообще на 100%, что данный цвет будет ловить судака 100%. Вот, вот почему-то в этот раз я не смог его разловить. А вот этот цвет я и моя супруга очень-очень даже неплохо разловили. Артикул не помню. цвет шикарно ловит. Еще один, ну, наверное, можно сказать, тоже фаворит, он вообще, в принципе, проскакивал периодически, сфокусироваться, в разных обзорах у разных рыбаков. Данный цвет, ну, у меня не был никогда вообще любимчиком из-за того, что он прозрачный. Вот, но верите, нет, вот это, видно, синяя спина и вот эта вот красная точка, она делает какие-то свои действия. Может быть, и прозрачные шары, вот эти там внутри что-то, я не знаю, там судаку нравятся как глазки какие-то, да, неизвестно. Но вот этот прозрачный цвет, да, реально у многих рыбаков в этом году, ну, был в фаворитах. Реально у многих. В том числе и у меня. Ну, я подслушал, скажем так, что ребята другие говорят и поставил, у меня был такой вот один, ну, один вариант, то есть, один такой выберочек такого варианта и он у меня тоже прекрасно ловил. Ну, а теперь, наверное, германовские бандосы, германовские бандосы, это 0,19 хром, 225 вот такой зеленый, он всегда ловит, просто, ну, всегда, реально, приманка очень достойный цвет, очень достойный, он очень коцанный, вот такой, значит, он опять же не белый, он, ну, вот какой-то, я даже не знаю, какой он, вот такой блестящий, с красной головой, то есть, какой-то такой, ну, такой тампокс, необычный, да, реально тоже очень-очень-очень-очень-очень-очень-хорошо себя зарекомендовал, от герман тоже, ну, это вот, я говорю, этот хром, беспроигрышный вариант, цвет, как бы, и вот этот голубой, с битыми стеклами, так, мне надо все вот это в отдельную кучку отдельно складывать, то, что я уже показал, так, ребятушки, чтобы на пол не упало, чтобы собака не хватило, у нас, кстати, вот в этих поездках, в июне, в июле, особенно в июньской поездке, пострадали две собаки, не мои, не мои, как бы, там эти базовские, вот, базовские, и одна приезжая, да, у ребят, у знакомых, такса, попалась на крючки, вот, поэтому будьте осторожнее на рыбалке, если у вас собаки, там, кошки какие-то, ну, собаки в основном, да, вы все на рыбалку берут, вот, поэтому с тройниками, с крючками будьте осторожнее, собаки любопытные, хватают приманки, видно, как игрушки, просто нюхают, тройники острые, цепляются в нос, они делают какие-то резкие движения, и тройник вообще наглухо сажается, садится к ним туда, залазит там, засаживается, вот, глядишь, еще что-то подсаживается, одна собака вообще умудрилась засадить себе три воблера, три воблера засадила, лапы начала снимать, и в итоге и в рот у нее, и на лапе, и вообще, там, кошмарно все это было, вызывали, значит, ветеринара, одну собаку смог я спасти, потому что там, слава богу, все было с одной приманкой, там, откусили там тройники, выдернули, короче, там, тоже, руки аж дрожали, когда весь процесс происходил, вот, ну, короче, будьте осторожнее, с тройниками и дома, и на рыбалке. Еще одна приманка, о которой я хотел бы сказать, а, вот, кстати, красножопик, про красножопика забыл, красножопик, друзья мои, кстати, красножопика оснастил, вот, тоже вот такой вот, таким тройником, и, я не знаю, лучше или хуже, опять же, стал ловить, ну, по крайней мере, как он в воде играет, мне очень нравится. Красножопик, друзья мои, тоже всегда ловит. Почему красножопик? Да потому, что у него вот рыжее, вот такое вот, рыжее пятно, и, вот, назвал я его красножопиком, как он по-настоящему называется, не помню. Вот, значит, хотелось бы, опять же, обратиться к производителю данных приманок, если, опять же, меня услышат, последние красножопики, вот у них вот эта вот, как говорится, красная жопа, розовая жопа, точнее, она прям совсем бледная, это плохо, очень плохо, я думаю, что вот это вот розовое пятно, оно как раз, по сути, и делает рыбалку, то есть, данное пятно, это, как бы, составляющая, основная составляющая данного лобера. ну, а так, в принципе, да, это белое, то есть, вот то, что судаку, мне нравится, это белое, основная, как бы, вот, белые бока, черная спина, обязательно, вот почему-то судаку нравится, что в резине, что, значит, в воблерах, черная спина, это тоже, вот, прям, писк, ну, вот, желтое пузо, это тоже, как бы, вот у меня у менса, желтое пузо, вообще, говорят, что вот данный воблер, ну, пытались, как бы, сделать, типа, отталкивались от моего, белого менса, добавили вот сюда, прекрасное, вот это вот, рыжее пятно на жопу, и данный воблер, вот, прекрасно, и у меня он в фаворитах. Итак, еще хотелось бы сказать, о новой приманке, о новой приманке, от компании Рыболов, или компания Олте, то есть, раньше называлась Рыболов, сейчас компания Олте, воблер Босс, реально, стоящее название, потому что, прямо, как говорится, в тему, потому что приманка, реально такая, немаленькая, по сравнению, давайте с агрессором, я сравню, да, 125-й агрессор, и вот данная приманка, как бы вам так показать-то, и форма данной приманки, и игра данной приманки, все, все с удачей, скажем так, судаку реально очень нравится, на данную приманку, я поймал, реально, несколько хвостов, так, ну, вот на спине, я не знаю, тут, покраски, кстати, хорошие, вот они были, ссадины, от судака, были неплохие удары, аж такие, ну, как бы, не то, что промятые, для тех, кто скажет, что это тройник, пожалуйста, тройник не доходит, он реально не доходит, и у нее, ну, другой, как бы, этот, траектория, скажем так, это реальная ссадина, вот ссадина, вот ссадина, от хорошего трофейного судака, вот здесь тройник тер, ну, есть вот эти покоски, их, правда, не так много, ну, вот они есть, вот удар был, данный воблер, реально, очень интересный, но он реально, только по трофейной рыбе, если мелочь, будет поклевывать, все, все будет холостое, потому что, или багр будет, или просто холостое, тройники, очень здоровые, я потом в итоге ставил поменьше кольца, и поменьше тройники, чтобы они не так сильно болтали, чтобы ближе к телу было, да, то есть, смысл в том, что нужно поближе к телу воблер, то есть, очень далеко, то есть, ну, судак кусает, да, и он промахивается, вот опять же, если производитель меня тоже смотрит, вот как бы эту приманку немного доделать, данная приманка реально будет по саму, по трофейной щуке, и по судаку трофейному, реально по трофейному, там 5-6 килограмм, там щуки, там 10-килограммовые, 8-килограммовые, вот, эта тема вообще просто ураган, фурнитура просто бомбическая, отваливаться тут вообще нечему, петли удаленного воблера, кольца, тройники, ну, просто созданы под трофейную рыбу, реально под трофейную рыбу, мощная лопата, как бы, здесь петли, вообще, то есть, во-первых, воблер не вылетает, он просто не вылетает, кстати, откачу камеру, и немного поговорю о компании Олта, данный обзор у нас необычный получится, вот, и тут, как бы, темы затронем небольшие, значит, компания Олта, реально, меня очень сильно порадовала, порадовала чем? не сильно разловила их приманки, именно по троллингу, я очень доволен по твичевым сериям, я делал там видосы, с подмосковных рек, где на самом деле не каждый лоблер ловит, и там я их приманки разловил, неплохо на них половил, и реально они мне очень понравились, как они играют, как они подвисают, вот, как они сбалансированы, скажем так, и я взял себе несколько троллинговых приманок, о них чуть попозже расскажу, вот, именно вот эту приманку, босс, я разловил, разловил еще приманку читер, не помню, вот, реально, в видосе это будет, какой цвет, я уже не помню, разловил, если честно, это было в июне, и, к сожалению, не помню, вот такой читер, форма реально очень хорошая, я покажу, чуть попозже, я говорю, сделаю акцент, там, на разные цвета, хочу попозже, давайте, я вот сейчас и пробегусь, вот, данные модели, данные модели очень интересны, реально, я думаю, что где-то на рыбинке, то есть, где много щуки, вот эти вот, вот эта форма, лопата, вот эта, да, типа, дипшекеры что-то напоминает, но все равно немного другое, вот, будет ловить очень-очень-очень, даже достойно, я сейчас собираюсь в очередную поездку, не на Ахтубу, была в другое место, чуть попозже об этом буду говорить, в инстаграме, кому интересно, следите, буду об этом там писать и делать посты, так вот, я думаю, что там данная приманка будет работать просто бомбически, самое интересное то, что вот, какую бы приманку не взять, какую бы приманку не взять, не просто вот именно модель, да, одну мы берем, а разноразная у них есть, читер, бинго, босс, там, еще какие-то есть, ни одна приманка, ни одна приманка не вылетает, блин, это даю стопроцентную гарантию, не вылетает, просто не вылетает, вот, читер чуть поменьшего размера, да, если вот этот, это у нас, какой получается, 80-й, а этот у нас 102-й, очень интересные, я говорю, и цвета, качественно сделаны, как я навел справки, вот, цвет очень тоже интересный, битые стекла, вот с такими вот плавничками, темная спинка, как я навел справки, данные приманки делаются на каком-то там супер-пупер заводе, где делаются разноплановые, не буду сейчас уже там называть, перечислять, разные, разных производителей, но завод прям реально какой-то козырный, вот, значит, компания Олта называется, да, приманка, а на некоторых приманках написано Рыболов, так, правильно держу, вот так, да, вот так, на некоторых приманках написано Рыболов, то есть Рыболов и Олта, это одни и те же самые приманки, вот, ну, вот такие крыльки, приманки все шумящие, вот цвет интересный, до двух метров пишут, но я думаю, что это три метра смело будет уходить, трыльники очень вот цеплючие, то есть я говорю, вот сделаны данные приманки очень-очень качественно, вот цвет мне очень нравится, кстати, такого плана цвет я у Strike Pro, тоже обожаю, вот, вроде бы как тампакс, а вроде как не тампакс, да, то есть это не красное, а вот рыжие, я считаю, что рыжие лучше ловят, чем красное, вот сочетание рыжего, белого и желтого, ну, вообще бомбический цвет, я думаю, что данные приманки я все же когда-нибудь разловлю, надо уделить им просто время, давайте камеру обратно вернем, я думаю, что просто нужно уделить данным приманкам время, и все будет замечательно, вообще мне на самом деле очень нравится находить какие-то новые бренды, новые приманки, разлавливать их, и если они особенно, я говорю, начинают ловить, сделаны качественно, меня это очень сильно радует, вот, так вот, я говорю, данная компания, это Олта, реально, вот у них все приманки, вот, ну, я вам говорю, зуб даю, как говорится, все приманки сделаны качественно, меня это очень сильно поразило, то есть ни одной приманки я, ну, с каким-то недостатком не нашел, то есть треники все очень острые, кольца довольно-таки хорошие, ну, мощные кольца хорошие, достойно сделаны, вот, если это суспендер, то это суспендер, если, допустим, да, вот, с большой лопатой, там приманка, кстати, вот, единственное здесь написано, вот, на боссе, до 6 метров, вот здесь у них ошибка, да, данный воблер заглубляется до 8-9 метров, то есть я его загонял на плетенке 0.19, вот, ни один воблер не вылетает, то есть, игра приманок очень мне нравится, то есть вот, если, ну, просто начинаешь играться, да, возле лодки, игра приманок очень достойная, очень хорошая, я думаю, что, ребят, если, ну, осмелитесь, возьмете себе данные приманки, они вас реально порадуют, вот, я себе, говорю, взял читеров, вот это бинго, вот такие кренки, бинго называются, вот эти вот модельки, типа гипшекеров, это чипперы, это чипперы, чипперы в двух исполнениях, поменьше, 80-й, и 100-й, 102-й, чуть побольше, у бинго, вот у бинго, есть еще модели, которые, не диповые, тоже мне очень понравились, пощуки на малых реках, уже разловлены, вот, так, это в сторонку у меня теперь, чтобы это все не запутать, так, ну, а Олта, я сказал, так, а, вот еще, у Олта есть, тоже приманка, называется, трой, да, называется трой, но данную приманку, я не разловил, если читера, я разловил, все-таки, да, как бы там, поймал на нее, по-моему, одного или двух хвоста, ну, сильно просто не упирался, реально, приманка интересная, я думаю, что она будет ловить, вот, эта приманка тоже интересная, и по форме, да, вот, то есть, с удачей темой, цвета очень интересные, вот он, мой любимый цвет, да, он хром, а вот, я нашел у себя, ранее, ранее, приманку, вот, от этой фирмы, кто, что слышал, вот, напишите, это идентичный, воблер, идентичный, просто вообще, это как, ну, надписи стереть можно, и все, это один в один, приманка, я не могу разловить, уже много лет, не оригинал, ну, и пока не вот эту приманку, если кто-то, что-то знает, о данных приманках, напишите в комментариях, я думаю, что данная форма, будет неплохо ловить, и жереха, должна ловить, по идее, судака, жереха, ну, и щуку, соответственно, вот, если, это размер в сотом, это сотый размер, вот, у меня вот таких, ну, это, я не знаю, называю оригинал, может быть, и любого знает, но я думаю, что, да, наверное, компания «Рыболов», возможно, ну, сделала вот с этой приманки, дай, дай, дай ее, или как она там, если кто-то что-то, игру, разловил, подобрал ключик, я вас очень прошу написать, потому что у меня, и вот так вот, от этого производителя, их, наверное, штук 5-6, и теперь от компании «Рыболов», от компании «Олта», тоже, наверное, штук 5-6 у меня, форма мне очень нравится, игра в воде, очень нравится, но вот, не могу я пока подобрать ключ, солт из компании закончили, давайте вернемся, наверное, еще к компании, да, можно вернуться, наверное, к компании, сначала вернемся к «Герман», есть еще две новинки, о которых нужно стоит сказать, но почему, а вот, кстати, оригинальный «Бандит», красноголовый, этот «Тампокс», тоже, тоже шикарно ловит, вот, я нашел, кстати, вот, друзья мои, вот такой он весь покоцанный, вот, какие приманки вам надо показывать, а я порой просто, вот эти вот, ну, грубо, покоцанные приманки, не всегда они у меня под рукой бывают, а перед этим я, по-моему, показывал вам, ну, не такой, как бы, да, сильно покоцанный, черный, черный «Бандос», кстати, как-то у меня сейчас немножко разнообразилось, ну, ладно, черный вот этот «Германский бандос», я называю его «Уголек», всегда, всегда делает рыбалку, просто всегда, «Бандос» и «Агрессор», всегда ловят рыбу. «Мэнс» от «Герман», слава богу, как говорится, ты пришел, да, что ты сделал, данные приманки. Приманка называется «Бамбузл», по-моему. Данная приманка – точная копия, абсолютно точная копия трехкрючкового «Мэнса». Наконец-то, наконец-то это свершилось, но с единственным «но». Уже многие пишут, что вот эти тройничочки, они очень маленькие. друзья мои, вот, смотрите, что я сделал. Обратите внимание, тройники везде разные. Это оригинал, это я заменил на другой, и это я заменил на другой. Все, они не цепляются друг с другом, все нормально. Кстати, производителю я тоже рекомендую так, может быть, и сделать. Все, они нормально, не цепляются, не зацепляются, ничего. И все. Посередине можно оставить послабее, а здесь поставить помощнее, потому что судак чаще берет в голову, да, и берет за хвост. в последнее время это уже, по сути, какая-то прям панацея у судака, он прям хватает за хвост, и все, часто отметки вот здесь прям оставляются. Вот. разловить его разловил, ловить ловит, вылетать не вылетает, но прям вот чтобы сказать, что я прям вообще в восторге от него, не могу. Но на самом деле в оправдании могу сказать, что вот в этих поездках я не сильно уделял менсообразным, и оригинал тоже у меня, ну, не показал сильный результат. Кстати, если кто-то тоже ловил в этом году, летом, на менсообразные приманки, тоже напишите, как они у вас отработали, какие производители отработали менсообразных приманок. Мне тоже на самом деле интересно. Я ищу, ну, скажем, клоны, реплики на менсообразные трехкрючковые, хотя, может быть, у вас и двухкрючковые хорошо, а вы напишите по поводу менсообразных приманок, которые 20+, 15+, это 20+, это, значит, 6-8 метров, 15+, это 4-6 метров с заглублением, вот, поменьше лопаты. Вот, есть у Цуёки модели, есть, вот сейчас появились у Германа, у Цуёки реплика на 15+, у Германа на 20+. А есть еще у Цуёки вот такие кракозябры. Это не менсо, я даже не знаю, что это, но это точно не менсо, на какую приманку это сделано, я не знаю, врать не буду, ничего наговаривать не буду, вот, но похоже на менс, но это не менсо. Вот. Пытался разловить, к сожалению, пока не получается. Игра интересная, приманка, не помню, вроде бы не вылетает. Есть интересные цвета, причем я разные, там все набавки, но разловить пока не смог. Эта приманка, кстати, называется Лонг Чарли. Напишите в комментариях, кстати, разловили вы вот такие Лонг Чарли или нет. Вот. Что мне под рукой? А под рукой мне еще попались Юзури, Crystal Minow в диповом исполнении. Взял тоже вам цвета показать в обзор. У меня их на самом деле много разных. Вот тоже такое есть. Приманки, повторюсь, очень-очень-очень реально уловистые и в ящике их вот эти вот и 130-е, и 110-е Crystal Minow Deep. Вот. Их стоит держать. Юзури Crystal Minow Deep. Так, в сторону, а то у меня сейчас уже будут податься заново. Так, про босс супер-багрейщика я сказал. Какой-то он шумящий. Так, вот еще новинка от Герман. Это под Storm Deep Thunder. Storm Deep Thunder. модель называется у Герман Demi Good. Demi Good. Вот. Вот с Demi Good у меня как-то вообще не сложилось. Я не знаю почему, но вот что-то я не понимаю. Мне кажется, что оригинал работает немного по-другому. Может быть, я не знаю, что-то вот буду еще упираться, буду пробовать на него ловить. Приманка не вылетает, все у нее вроде бы нормально, но разловить я ее так и не смог. Вот реально ни одной рыбы не поймал. Фурнитура у данной приманки очень мощная, очень мощные тройники, очень мощные кольца, петли, то есть все как у оригинала. Реально тоже скопировано вроде неплохо. Очень мощные кольца, петли, тройники, довольно-таки острые, кстати. Копия довольно-таки четкая, но разловить пока, повторюсь, так и не смог. Пока ничего положительного и отрицательного сказать о данной приманке не могу. Просто вот она пока у меня не разловлена. Ну все, наверное, сейчас вот наверное германовская приманка последняя, о которой хотел бы я сказать. Это тоже, друзья, моя новинка Gigi Bango или Bango. Я еще тут англичанин. Короче, Gigi Bango и Gigi Bango бог с ней, короче. В сотом размере, то есть 10 сантиметров. Производитель там что-то заявил довольно-таки большое заглубление, это не так. Данная приманка, по-моему, если мне память не изменяет, идет максимум до 6 метров. Максимум. Это из-за того, лопата вроде большая, только на игру будет воблера влиять, а сама петля стоит, ну не так близко к морде. Чем петля ближе к морде или на самой морде, тем заглубление резче и глубже. Лопата может быть большая, но мы петлю поставим на край, сюда прям на край лопаты и воблер будет заглубляться уже не так глубоко, то есть он будет, ну по сути, не прям поверхностный, но будет с большой лопатой будет идти не глубоко. Вот здесь вот из этой же серии, то есть лопата большая, очень большая, вот, но петелька стоит посередине, по-моему, и поэтому данный воблер глубоко не пойдет по, судя по лопате, даже, если смотреть, вот, данная приманка имеет вообще шикарную, шикарную игру, мне очень понравилась, превосходная фурнитура, шикарная игра, мной приманка разловлена, но опять же, наверное, не под ту речку, то есть прям фаворитом я ее назвать не могу, хотя опять же, опять же, друзья мои, сильно я в нее не упирался, потому что, ну, не мой размер, не, ну, в принципе, не мое заглубление, ну, не совсем моя приманка, скажем так, но она интересна, реально интересна, и я в нее, в принципе, как-нибудь все-таки упрусь, это то же самое, как многие мне говорили по поводу воблера GoTo, говорили Илья, короче, на Ахтубе он не будет ловить, не ловит оригинал, давайте камеру откатим, не ловит оригинал, Раполовский, и не будет ловить реплика GoTo, мне, я был уверен, что воблер немного по-другому сделал, вот, и, потому что там, ну, с лопатой все по-другому, вот, и, по-моему, в шумке, шумку, по-моему, Герман там сделал, ну, неважно, короче, воблер все равно немножко другой получился, не как оригинал, и я не то, что уверен, я, ну, как бы, была надежда на то, что, не то, что надежда, мне казалось, что воблер будет все-таки по-другому ловить рыбу, и я оказался прав, приманка GoTo, хоть она и склонна, кстати, у Герман, приманка GoTo, склонна к вылету, вот, но приманка очень уловистая, вылет лечится, так же, как у Туцуёки, солист, да, склонен к вылету, но приманка реально, ну, ловит, уловистая, в принципе, бандитообразная, вот, а GoTo, Герман тоже, как бы, я говорю, повторю, склонен к вылету, может быть, и это исправит, вот, но пока это есть, вот, но приманка очень уловистая, и у меня есть и отдельный фильм, и там где-то вставки есть, в фильмах, где GoTo, когда судак стоит на 3,5, на 4, на 5 метров, вот, данная приманка, ну, по сути, не то, что незаменима, но она реально иногда делает прям офигенные рыбалки по судаку, ну, по судаку, по крайней мере, точно, по щуке, я как бы, вообще по щуке на Актубе не очень сильно, как бы, специализируюсь, скажем так, это она у меня в приловах, в приловах, вот, за самым я целенаправленно охочусь, бывает, а вот по щуке нет, как бы, у меня такой цели нету, она у меня в приловах, особенно, когда я выхожу на 3,5-4 метра, вот, там часто у меня попадается, там, до 5 метров, если я ловлю, а так, вот, если по судаку, то приманка GoTo, еще раз скажу, что, да, это вот тоже была новинка 2019-го, по-моему, года, а эти вот, то, что я вам показал, это новинки 2020-го, все года, так вот, я говорю, данную приманку, если упереться, она тоже шумящая, относительно, вот, то возможно, кстати, и она тоже станет каким-то интересным воблером у кого-то, вот, ладно, все, ее откладываем в сторону, что еще, еще, вот, что, наверное, опять я немножко перепрыгну, я все-таки вернусь к Цуёке, вернусь к Цуёкам, и есть у них необычная приманка, называется Гренадер, оп, вот такая, вот такая необычная лопата, реально необычная, кому-то не показывал, все просто, что-то не с лодки выпрыгивают, вот, приманка не вылетает, точнее, я вам скажу так, она склонна к вылету, на большой скорости, на, скажем, на 4 км в час, она склонна к вылету, почему? Данная приманка, может быть, из-за конструкции своей лопаты, вот этой, да, с вот этого изгиба, вот, она рыщет, вот так, рыскающая, да, рыщущие приманки, их так некоторые называют, она вот так идет из стороны в сторону, и даже, когда мы ловим, ну, с напарником, часто эта приманка цепляется за соседний воблер, поэтому данная приманка, в принципе, в паре особо не используется, и поэтому я ей уделил очень мало времени, но, но, как ни странно, на нее был пойман судак, и были реально атаки, и атаки были реальные, то есть, не на данный воблер, по-моему, да, не на данный воблер, тот воблер я так и не смог найти, у меня где-то лежит, но атаки на него реально были, то есть, кто знает меня, я не буду просто рекламировать, и наговаривать, воблер реально интересный, и я думаю, что, опять же, по щуке, где-нибудь на водохранилище, данная приманка реально будет ловить щуку, офигенно, потому что она прям вот реально, вот как-то так ходит, вот, заглубляется очень быстро, имеет вот такую большую лопату, то есть, она будет проходить неплохо, какие-то коряги, засады, он нас предупреждает, допустим, предварительно, воблер плавающий, он всплывает, размер у него 110, в принципе, как раз по трофейному, ну, судаку, щуке, это нормально, вот, и, возможно, я все-таки, когда буду ходить один, в Астраханской области, я его еще раз запущу, потому что на него были поклевки, на него был пойман судак, я в него верю, то есть, реально приманка интересная, но не для большой скорости, теперь, наверное, ладно, о той приманке чуть попозже, об этих, которые интересны, но тоже попозже, хочу вам показать и рассказать немного о Лонгбиле, говорить, в принципе, об Лонгбиле особо нечего, да, Лонгбил уже 90СП, от компании Юзури, это приманка, которая, ну, скажем так, уже, уже очень известна, и о ней уже и написано, и сказано, и видео отснято, очень много, но, друзья мои, вот сейчас вы смотрите, наверняка, фанаты этой приманки не совсем, да, узнаете, то есть, ну, кто-то скажет, это подделка, то есть, потому что у оригинальных, в оригинальных каталогах Юзури таких цветов нету, ну, по крайней мере, не должно быть, почему? Объясню. В России есть компания Лотто, которая занимается официальными поставками с Японии товаров Юзури, Дуэль, Хардкор и тому подобное, вот, и они заключили, я так понял, какой-то определенный договор, там, не знаю, контракт, на спеццвета, спеццвета для России. Так вот, друзья мои, вот эти два красавца и еще несколько, которые, ну, к сожалению, у меня сейчас не предоставлены, это эксклюзивные цвета, которые делаются специально по заказу компании Лотто для России, для, ну, по сути, внутреннего российского рынка. И цвета реально, ну, наши, родные, которые нам всеми очень любимы. Это вот, да, зелененький файтайгер такой, матайгер там, да, вот, и вот такой, битые стекла, небольшие такие битыши, битыши есть, голубой, вот с таким рыжим. И, друзья мои, это не все, то есть, не эти, только два эксклюзивчика вы можете приобрести теперь в России. Ссылку оставлю под видео, на компанию Лотто, именно, да, на компанию, которую, я повторюсь, официально возят в Россию, она продает только оптом, по-моему, там, мелким оптом тоже можно не купить, я точно затрудняю сказать, у нас есть воблероманы, которые купить 10 приманок, это расплюнуть, поэтому, может быть, кому-то будет интересно у данной компании приобрести, но, почему я оставляю ссылку, не из-за того, что каких-то, из каких-то прям, ну, из-за таких ребят, которые могут себе приобрести, хотя им тоже, наверное, будет полезно, вот, а из-за того, что вы можете там посмотреть, на самом деле, ассортимент цветов, который представлен, ну, по сути, только вот в данной компании полностью, то есть, и российские цвета, и, скажем, японские цвета, европейские там цвета есть, вот, поэтому я периодически буду давать ссылки на данные приманки и на приманки Юзури Crystal Minnow Deep и, кстати, вот еще тоже эксклюзивчик, да, 3D Crank, тоже, значит, некоторые цвета, которые были сняты с производства или какие-то, опять же, спеццвета для России, тоже будут представлены компанией Lotto в России, 3D Crank Юзури, кстати, тоже приманка, которая, ну, уже, по сути, легендарная, вообще, вот, на самом деле, у Юзури можно отметить очень много разных приманок, и, тот же самый Crystal Minnow, причем, не только в диповом исполнении, есть у него не диповые варианты в этой модели, да, которые прекрасно ловят щуку или жереха, но, единственное, имеет недостаток, плохо летят, потому что воблер не имеет камеру, ну, короче, системы дальнего заброса, вот, но Crystal Minnow не имеет, имея, точнее, плохие полетные характеристики, вполне очень хорошо, я бы сказал, что, ну, его можно в какие-то лидеры даже поставить, фавориты, очень хорошо ловит рыбу, что щуку, что судака, что жереха. Так вот, а если взять уже, допустим, конкретно, он бил приманку, то это, друзья мои, ну, наверное, каждый должен иметь у себя в ящике. У меня есть приманки, которым уже, наверное, лет, ну, не знаю, ну, 20 точно, может, 15, я не помню, точно врать не буду, но очень старые он бил приманки, вот, очень вообще старые, вот, на которые в свое время было поймано и, ну, не то, что и пойманы были, и были сходы сомов, судаков, судаки были пойманы, щуки были пойманы, вот, то есть, приманка всегда и везде, практически на каждом, я думаю, что на каждом удовеме данная приманка будет ловить. Заглубление у данной приманки, рабочее заглубление у данной приманки, у Лунбилова 90СП, это где-то, ну, можно ловить, скажем, 2,5-3, 3,5-4 метра. Даже по течению, в принципе, в определенных условиях данную приманку можно загнать и на 6, там, и глубже метров, вот, замечательная, причем данная приманка, опять же, повторюсь, данная, я где-то уже говорил, что данная приманка еще прекрасно ловить, она имеет систему дальнего заброса, ну, как, относительно, по-моему, она систему дальнего заброса, прошу прощения, не имеет, но она имеет шары, которые перекатываются, в принципе, данная приманка неплохо летит, данной приманкой я неплохо твичил и щуку ловил, и крупного трофейного окуня, вот, также жереха вдоль каких-то кустов, есть натуральные цвета, скажем, да, вот такого плана, вот такие вот у Лон Билла есть цвета, которые неплохо ловят, я говорю, и какого-то белого хищника, такой цвет есть, вот, Лон Билл это реально легендарная приманка, которую, друзья мои, стоит, стоит обязательно иметь у себя, как говорится, загашники, и Юзури 3D Крэнк, вот, на него тоже, постараюсь не забыть, оставить ссылку, где вы можете, опять же, у компании Лотто посмотреть цвета, эксклюзивные, которые реально только представлены на российском рынке, то есть, в европейских каталогах, и еще, кстати, не во всех, в оптовых фирмах, можно данную приманку приобрести, то есть, просто надо, наверное, посмотрите артикул, и просто уже где-то в интернет-магазинах требуйте, спрашивайте, я думаю, периодически эта информация будет доходить до оптовиков, и с компанией Лотто данные приманки перекочуют, скажем, в какие-то другие интернет-магазины, а может быть, они уже там уже и есть, вот, так вот, я делал обзор, у меня был обзор о посылке от компании, кстати, Лотто, там что-то я показал, можете тоже посмотреть, там тоже, по-моему, ссылки под видео давал, вот, или опять же под видосом перейдете и посмотрите уже непосредственно на сайте Лотто какие-то эксклюзивные всякие цвета по данной модели. Так, друзья мои, по Юзуи, наверное, все, закончим, вот, что еще, что еще, что еще, взял я, короче, еще в этом году приманку от компании Dive Pro Rex, больше о ней я ничего не знаю от просто компании Dive Pro Rex. Для меня эта приманка вообще новая, ни разу я ее нигде не видел, никогда не купал и в этом году тоже я ее даже и не скупал, к сожалению. Но приобрести такое чудо я просто был обязан. Вот я его приобрел, я вам его показываю, может быть, кто-то опять же что-то напишет о данной приманке. Лопата очень узкая, воблер имеет систему дальнего заброса, я, кстати, даже не помню, суспендер это или нет. Очень похоже на суспендер, возможно, суспендер. Вот, так что ничего хорошего или плохого сказать о ней не могу, ну, фурнитура нормальная, дай его все-таки. Не Алиэкспресс какой-то. Ну, вот кто-то что-то пусть напишет, если кто-то что-то знает. Я смотрю, просто в последнее время тоже очень много ребят спрашивают, и кто-то уже взял, и кто-то спрашивает о приманке Челленджер. О приманке Челленджер от компании Страйк ПРО. Вот, приманка Челленджер 110-го размера, причем у нее и 90-й, по-моему, там есть очень хорошие модели, которые реально очень хорошо и 110-й. Вот, так вот, друзья мои, приманка Челленджер от компании Страйк ПРО. Есть реплики, по-моему, у Герман, но сейчас их тоже найти, по-моему, проблематично, не знаю, ни то не сняты полностью с производства, ни то не просто закончились, вот, тоже неплохо ловит. Но, сейчас речь не об этом, сейчас речь непосредственно о Челленджере. Вот, приманка Челленджер это тоже уже, ну, по сути, легенда, реально легенда в трейлинговой сфере, вот, в трейлинговом мире. Приманка очень уловистая и реально очень-очень очень качественная. То есть, вот здесь вообще тоже ни претензий, ни нареканий, ничего нет. Фурнитура вообще славная, не подведет никогда и очень-очень хорошо ловит того же самого судака и щуку. Ну, судака точно. У меня, по крайней мере, в Астраханской области и не только у меня, по судаку данная приманка просто шикарна. Итак, подходит к концу мой обзор. Еще хочу сказать несколько слов у тех приманок, которые я приобрел от компании Цуёк, но пока еще не разловил их. Это очень интересные кренки, 75-е размеры. Я так понимаю, что это кренки сделаны под 65-е Б-Свичерс, 4-х метровые, только версия немного увеличенная, скажем так. То есть, не 65-е, а 75-е. Вот Цуёки сделали вот такую модель, а я в руку, кстати. Вот именно вот этот воблер я разловил. Я разловил, и на нем, кстати, есть по-котски, и в видосе я постараюсь вставить тот же момент. Да. Данную приманку я разловил, как я мог забыть, но время уже бежит. Время уже сентябрь. Поэтому память его люшим. Так, 75-й размер. Прекрасные кренки, прекрасные кренки, которые, кстати, вроде бы как не вылетают. Опять же, могу ошибаться, но, по-моему, не вылетают. Наговаривать не буду, наговоры вести. Вот. Но, то есть, разловлено, и модель реально перспективная. А называется данная модель дроп. Дроп 75F. Еще, друзья мои, есть вот такой кренк у них, который называется очень интересно. Ну, если я, опять же, правильно называю. Плов. Размер тоже 75, тоже плавающий. F. Такие лопаты. Вот такая модель. Данную модель я даже не кунал. К сожалению. К сожалению, друзья мои, не смог я ее, ну, не то, что не смог, а позабыл я ее. Совсем позабыл и не окунал. Вот. Но модель тоже интересная. Сейчас, кстати, вот у меня поездка намечается. Еще раз о ней скажу. Вот. Точнее, не скажу о поездке немножко попозже. Вот. И думаю, как раз на том выдаем, куда я планирую ехать. Данный моблерочек, ну, надеюсь, покажет себя очень хорошо. Вот еще, кстати, цвет интересный. Я думаю, что очень перспективный цвет. Рабочая глубина, кстати, этих приманок где-то, наверное, тоже в районе 5-6. Вот такой, друзья мои, еще малыш. Это 60-й. 60F. Моделька называется Прима. Вот. Я думаю, что с данной моделькой уже многие знакомы, ее многие хвалят. Данный моблерочек реально ловит. Вот. Не уверен, что именно судака. Я лично ничего утверждать не буду. Я пока ничего на нее не поймал и сильно в нее не упирался. Но про Приму уже многие тоже трейлингисты где-то что-то писали и рассказывали. Щуку и трофейного окуня данная приманка неплохо ловит. Друзья мои, по приманкам наверное все. Можно говорить и делать обзор вообще бесконечный. Рассказывать о том, о сем, о третьем, о десятом. Наверное, кому-то это будет интересно, кому-то это будет совсем неинтересно. Потому что речь идет конечно уже сейчас в концовке я показываю просто ознакомительные какие-то ловли ручки, которые я бы вам бы рекомендовал на них обратить внимание. А так вообще обзор должен быть о приманках те, которые отработали в определенных поездках. Поэтому немного мы опять же ушли. Так вот, если уже говорить о приманках, которые отработали, но немного ну как бы от троллинга может уйти. Не буду я сейчас совсем джиговую тему затрагивать, но сделаю акцент небольшой на нескольких приманок. Это вот такие вот стримеры, да, они значит там сделаны из какой-то там шерсти, там с какими-то добавлениями, там какие-то блесок, там еще чего-то. В воде они, кстати, реально смотрятся по-другому. То есть форма данной приманки в воде меняется. Она не становится прям такой соплей, а реально принимает, ну, когда проводишь ее, реально напоминает какую-то, ну, малька, какую-то, ну, какую-то живность. То есть она принимает какую-то определенную такую форму продолговатую, скажем, какую-то, как-то вот такую, какую-то, да. Данная приманка мной разловлена в этом году и разловлена неплохо по джигу. Опять же, ссылочку оставлю в описании, кому интересно, человек делает на заказ данные приманки. Причем у него разнообразные. У меня, грубо, но вот такого плана и простые вабики есть, типа мухи, да. Вот. А он еще делает какие-то двойные, там с двумя, там, посмотрите у него. Я дам, кстати, ссылочку оставлю на Инстаграм. Инстаграм вообще довольно-таки полезный, кстати, такой ресурс, где я довольно-таки часто делюсь чем-то, тоже выкладываю какие-то новинки, рассказы там пишу, там, ну, как рассказ, там, что-то пытаюсь там людям объяснить и показать, рассказать, скажем так, описание какие-то дела полезные. Вот. И также даю иногда ссылки на интересных людей, которые занимаются, ну, каким-то рыболовным творчеством или там, просто, допустим, какие-то интересные, скажем, есть каналы, там, да, страницы, куда стоит зайти, отчеты, где люди пишут, допустим, база «Успех», я не знаю, почему у них на самом деле так мало просмотров, ребята делают постоянные отчеты, причем интересные отчеты и по рыбалке, и по обстановке вообще на водоеме, по температуре воды, как ветер, там, что-то там, ну, короче, вообще по погодным условиям, да, очень интересно наблюдать, когда это весной все это дело происходит, когда мы ждем, там, допустим, как вода там подымается, опускается, уходит, подъем ее, там, уровень воды, вот, клев, нерест, вот, ребята очень все грамотно там описывают, но почему-то у них реально очень мало просмотров и комментариев, не знаю, вот, тоже иногда даю на них ссылки, вот, потому что реально, когда, если кто-то что-то интересное пишет, если кто-то интересное что-то делает, мне это тоже это интересно и хочется, чтобы это пошло на рот. Еще хотелось бы в этом обзоре сказать о приманках вот таких цикадиках. Цикады весят, по-моему, 55 грамм, если мне память не изменяет. 50 грамм ровно. Цикады от компании Strike Pro. 50 грамм. Довольно-таки тяжелые цикады, которые прекрасно ловят опять же в отвес. Кто-то, я от кого-то уже от знакомых слышал, что они ловят даже на глубине, по-моему, 4, там, 4 с лишним метра троллингом. То есть данная цикада проходит троллингом по глубине 4-5 метров и неплохо ловит щуку. Также данной приманкой можно ловить, конечно, и в заброс. Но я лично попытался сделать фильм, пока у меня материала довольно-таки не так много набралось. Надеюсь, какой-нибудь выезд будет удачный, я все-таки сделаю фильм, но приманка реально ловит и рыбалка довольно-таки своеобразная, но чем-то она и интересная. Кто ловит, допустим, в отвес на малька, ну, что-то типа того. За мальком не приходится, грубо говоря, нырять, мы можем на кончик тройника сюда подсаживать чуть ли не глаз рыбы, какой-то небольшой кусочек рыбы, кусочек какого-то мяса и в отвес данной приманкой, как говорится, дергать. Данная приманка делает интересные такие, значит, пируэты выписывает. Это типа балансира, что-то, да, получается, типа ратлиной игры. То есть, вот цикады играют именно тоже в отвес именно так. Опять же, если найти коряжник определенно и найти окно в коряжнике, вот в этом окне в коряжнике данной приманкой вертикально очень можно хорошо выдергивать судака, где мы в заброс не сможем, допустим, ничего сделать, но именно в отвес, в небольшом окне данной приманкой мы хорошо сможем выдергивать крупного окуня, щуку, ну, короче, хищника, того же самого судака. То есть, данную приманку я всегда имею у себя в арсенале. У меня, к сожалению, пока материала не очень много на бакажем сильно интересного, потому что бывает, знаете, рыба-то вроде ловится, а камеру мы забыли одеть или забыли включить. И поэтому какие-то куски есть, пока ничего конкретного я, грубо говоря, слепить из этого не могу. Но как только у меня получится что-нибудь снять реально очень интересно, я обязательно сделаю видео и поделюсь именно по поводу данных приманок. Опять же, вот мушку я на конце добавил и приманка уже стала немного по-другому играть. Когда она значит делает определенные пируэты, вот эта вот мушка, она также соблазняет судака. Я уже понял, потому что с мушкой ловится все лучше. Или можно еще, я заметил такую вещь, сюда добавлять небольшой силиконовый именно твистер. Вот. Твистер мы добавляем силиконовый, но игра совсем получается другая у приманки, у приманки совсем другая игра. Но здесь именно начинает уже возбуждать именно силиконовый твистер. То есть, все равно как бы что-то цикада свое делает какие-то, она не так сильно уже начинает выбереживать. При рывке цикада делает такие интересные спиннинг отдают хорошо. То есть, такие колебания по воде идут значительные. Можно сильно дергать, можно плавно поднимать ее. Подобрав определенный ключик к определенным условиям ловли, данная приманка ловит очень хорошо. Все, друзья мои, наверное, все. Возможно, что-то, скорее всего, что-то я забыл показать, забыл о чем-то рассказать. У Андрея была приманка замечательная от компании, по-моему, Dreamfish DF. Ну, Dreamfish это 100%, я уже для себя понял. Что меня очень сильно поразило, потому что Dreamfish приманки в свое время меня очень сильно разочаровали. И все, что у меня было Dreamfish, я все раздал, все полубрасывал, потому что что-то вылетало, что-то не ловило, и на Dreamfish я очень сильно был зол. У Андрея была приманка кстати, реплика на Crystal Minnow в гиповом исполнении 130-м. Это копия на изуревскую приманку. Цвет у нее был очень интересный, к сожалению, данная приманка была потеряна Андреем, и не знаю, смог ли он найти такую или нет, потому что скорее всего это все в прошлом. то есть я сейчас даже не встречал вообще Dreamfish приманки, по-моему, этот проект свернут. Я в свое время встречал распродажи приманок Dreamfish чуть ли не по 150 рублей, но они меня просто не порадовали, не порадовали в свое время меня, и я от них отказался и больше к ним не притрагивался. А вот здесь бац короче и у Андрея такая песчаная какая-то невзрачная какая-то вот она цвет у нее какой-то вообще знаете посмотришь и я даже не знаю сразу возьмешь не возьмешь не подумаешь то есть какая-то неяркая приманка такая песчаного какого-то цвета и она реально ему делала несколько рыбалок то есть он облавливал реально меня благодаря этой приманке вот и это реально нас восхищало так вот данную приманку показать я не смогу потому что она потеряна но в видео которое сейчас я наверное сделаю чуть попозже вы сможете данную приманку и многие другие приманки о которых я здесь рассказывал вы можете посмотреть как они реально работали как они нам приносили хорошего судака кофейного даже порой все друзья мои всем рыбацкой и жизненной удачи ловите больше отпускайте чаще удачи Продолжение следует...